Всем привет! С вами Гетманская Тагуи и сегодняшняя тема нашего урока видео это текстуры. Будем делать нежные красивые текстуры из коллекции SoFull Mooning. Это пастельные очень насыщенные оттенки, наносятся в один слой, если без желания можно в два, но в принципе в один прекрасно наносятся и мы сделаем очень нежные красивые текстуры и добавим декорации, красивые декорации, которые у нас есть. Ну что, давайте создавать красоту. Вот эти оттенки у меня сейчас на палитре из коллекции SoFull Mooning. Вот они. Буду делать на белом фоне, чтобы вам было хорошо видно. И чтобы не терять время, я взяла белые типсы. Это прям беленькие такие типсы. Как базу для растекания я использую обычный бас-гель. Очень хорошо по нему растекается материал. Просто замечательно. Пока я промазала тонко, убрала в сторону и будем пока работать этими оттенками. Возьмите тоненькую кисть, линеарку и оттенки, которые вам нужны. Я хочу поработать вот этими нижними оттенками, поэтому берем полосочками. Давайте выложим вот так. Вытираю рядышком. Возьму этот зелененький. Добавим черный обязательно. Светленький оттенок. Черного должно быть немного, чтобы это было красиво. Шелтый. Давайте возьмем еще темненький. Черный можно еще посерединке провести. Убираем с кисти все лишнее и начинаем делать саму текстуру. Мы ее делаем на палитре. Можно сделать вот так, можно пройтись еще слоем. Если мы делаем так, то у нас линии получаются чуть шире. Если пройтись еще в другую сторону, то линии получаются чуть тоньше. Такой более как бы, как это вам правильно сказать, получается более размазано. Берем кисть омбре, набираем снизу ту часть рисунка, которая нам нужна. Я буду эту всю полоску делить на две части. Первая часть я выкладываю по диагонали и желательно прокручивайте кисть, чтобы у вас получился красивый рисунок. Вот таким образом. Можно на этом остановиться. Можно немного еще поиграться. Как первый вариант можно, в принципе, оставить так. Давайте сделаем, в принципе, это. Для того, чтобы это было максимально красиво, ждем, пока все растечется. Все должно растечься красиво. Для того, чтобы было это еще нежнее, можно взять какие-нибудь такие нежненькие оттенки сбоку, например, желтенькие, переходящие в голубой и добавим некоторые места. Вот таким образом. Просто вытягивайте, чтобы оно было такое расплывчатое. Вот так. И еще немного добавить. Возьмем тоже кистью и добавим сюда вот этот островочек, такой маленький. Поднялись наверх. Ждем, когда все растечется. Оно растекается по-разному, но по базе вообще очень хорошо растекается. Смотрите, вот здесь очень много черного. Мне бы хотелось его немного разбавить, поэтому подхватываем вот этот вот. Цвет и тянем его. Тут вы можете играться вообще как вашей душе угодно, вот абсолютно вот по-разному. Можно вот так вот его разрезать и в эту сторону довести и вывести. То есть смотрите, как вы видите этот рисунок. Тут можно вообще просто делать все, что вот вашей душе угодно. Смотрите, видите? То есть можно разбивать и делать так, как вам комфортнее. Все сушим и оставим. Потом, возможно, будем делать дизайн. Может сейчас прям сразу сделаем дизайн. Можно сделать стемпинг, можно взять что-то нежненькое. Например, из коллекции. Сейчас я вам покажу вот такие красивые цветочки. Вот, мне кажется, мы их и используем. Давайте сразу. Я вырежу сразу любой, который мне сейчас первый на глаза попался. У нас тут в оттенках получается нет фиолетового, поэтому можно взять фиолетовый вот этот вот цветочек. Добавить, знаете, такой красивый оттеночек. Много всего мы брать не будем, поэтому мы берем вот этот цветок. Разрезали. Не оставляйте слишком много лишнего. Штампом будем переводить. Штамп должен быть чистый, поэтому мы сейчас еще раз его очистим. И достаем ноготочек. Наносим слайдер топ. Тонко. Так как будем работать со слайдерами, ну, примерно в этом месте точно я не знаю, где, поэтому нанесем вот так. И сушим 30 секунд. Как раз у нас приготовится наш цветочек. Он, мне кажется, уже даже готов. Да. Цветочек наш готов. И дальше я бы еще вырезала шмеля. Только какого-нибудь маленького, аккуратненького шмеля, чтобы это было не сильно много. Скажем так. Тоже на ватный диск, смоченный водой. Достаем наш ноготочек и клеим наш цветочек. Вот он хочет у меня вот в эту сторону. По изгибу. Раз. Послать до ртока, у нас все прекрасно двигается. Берем пчелку или шмель, не знаю, что это, но больше похоже на пчелку. И сажаем ее на цветочек. Все. Нежно, красиво, много сюда всего не нужно. От этого достаточно. Берем, можем взять, растворить пленочку. В принципе, тут можно растворить ее. Но это не всегда нужно, если вы работаете со штампом. Потому что штамп он придавливает и в растворении, можно сказать, нет смысла. Не всегда есть смысл растворять. Вот. Давайте мы это сделаем. Берем ультрабонт. Тоненько, точечно. И наносим вот на вот эти части. Все на глазах растворилось. И все перекрываем глянцевым топом. У меня будет это топ Teclas. Перекрываем глянцевым топом и показываем вам под макро. И двигаемся дальше. Показываю вам под макро. Вот такой результат у нас получился. Очень нежный, красивый. И текстура, и дизайн новыми декорациями. Очень красиво. Знаете, нанесла топ Teclas. И в этом месте мне прям захотелось добавить шармикончик. Как будто здесь пусто и ждет прям надпись. Давайте примерим. Вот этот вариант или вариант солнышко. Sun. Вот. Вот этот, мне кажется, очень-очень хорошо сюда подходит. И отрываем. Пинцетом это, конечно, удобнее. И клеим. Вот таким образом. Просто хотя бы немного добавить еще такого шарма. Все это перекрываем топом Teclas. И двигаемся дальше. Делать другую текстуру. Немного в других оттенках и по-другому расположим ее. Я использую те же самые оттенки, только немного в другом порядке. Сейчас мы возьмем, добавим больше сиреневого оттенка. Опять так же полосочками выкладываем. Можно потоньше. Можно потолще возьму. Потолще в этот раз. Тут будет оттенков немного. Но будет очень-очень красиво. Такие у нас комплементарные цвета. Черный. Черного вот раз сделаем чуть-чуть поменьше. Потоньше, скажем так, да? Наносим. И желтого хочется. Давайте немного еще капелюшечку тоненькую добавим черного сюда. И вот сюда. Все. Смешиваем все. И теперь немного по диагонали. Достаточно. Берем типсик. Тоже белый. Также перекрываем базой тонко и не просушиваем. Тонко, чтобы у нас никуда наша текстура не убежала и не скапливалась в одном месте. Берем так же кисть омбре или любую тонкую, не тонкую, а приплющенную кисть, которую максимально удобно брать. Это может быть вот такая кисть или овал. Просто нужно вот очень-очень хорошо вот так приплюснуть. Давайте попробуем ей выложить, чтобы мы как раз посмотрели, как переносится с такой кистью. Набираем немного материала. И здесь я уже хочу поработать с торца. Видите, о чем я говорила? Вот смотрите, когда мы несколько раз проводим тонкой кистью, у нас линии получаются более мелкие. То есть, если вы хотите более такую ювелирную работу, но здесь все-таки я оставила больше акцента на сиреневом. Здесь можно работать, смотрите, у нас черный расплывается, очень красиво, да? Здесь можно еще проработать немного, сейчас возьму кисть с омбре, мне все-таки удобнее с кистью омбре работать. Проработать еще чуть-чуть верхнюю часть, да? Взять вот эти большие оттенки, которые более-таки большими пятнами. И вот таким образом пройтись, просто чтобы это было нежнее, все-таки меньше черного, а больше нежного оттенка. Но опять-таки, смотрим, да, у нас никогда не получаются одинаковые текстуры. Здесь очень много у нас получается, опять сиреневого пошло, да? И мы берем кисть тоненькую и подхватываем немного зеленого и прям в серединочку, можно сказать, вот таким образом. То есть провели от торца к утикуле. Ждем, пока растечется, мне кажется, этого достаточно. И ставим в лампу полимеризоваться. Достаем. Если у вас тут дисперсия хорошая, не всегда обязательно наносить топ-слайдер. Это как бы рекомендовано, чтобы точно у вас все ездило хорошо, если вам нужно что-то куда-то положить. И вы, например, неправильно положили слайдер, чтобы можно было его немного сдвинуть. Сушим 30 секунд. Пока забираем наш цветочек. Он такой яркий, красивый. Возможно, можно будет и сюда добавить еще и виноград. Виноград. Вишню. Но вишня, она очень такая пигментированная, поэтому нужно смотреть, как это будет смотреться. Вот. Поэтому посмотрим по ходу. Давайте вот таким образом установим цветочек. Вот сюда. И на краешек можно взять еще тот же цветочек, только разрезать его напополам. Светлым мне не хочется сюда добавлять, честно скажу вам. И опять-таки мы все это разбавим немного словами черными, чтобы это было не сильно няшко, мимимишно, а было красиво. Давайте сразу, нет, по ходу, да? Разрежем. На краешек положим, а сюда наверх мы приклеим какую-нибудь интересную, можно даже большую надпись. Но это мы уже сделаем тоже шермиконами. Так, давайте забираем цветочек, мне кажется, он уже все. Очень быстро отделяется все от подложки. Сюда на край прям чуть-чуть. Можно обрезать, можно пилочкой просто так пройтись. Сейчас, подождите, чтобы не терять типсик. Вот таким образом. Давайте нанесем цвет топа, ой, ультрабонда. И топ я нанесу сверху. Не буду полностью на всю ногтевую пластину, так как надпись у нас будет вот здесь где-то располагаться. И этого достаточно. И пока думаем, какую текстуру мы будем делать следующую. Чтобы это тоже было интересно, смотрите, цвета мы все используем из одной коллекции со Full Money. Сделаем третью, и я думаю, этого будет достаточно, это будет и так красиво. Какую надпись мы можем поставить на эту верхнюю часть? Это что-то может быть большое, может быть небольшое. Может быть все, что угодно. Тут как бы все с морем связано, поэтому такая тема не подойдет. Тут у нас путешествие. Вариант вот такой, потому что это просто слова. Мы можем взять отсюда любое слово. Вот. Вот такая красота у нас получилась. Сейчас я достану слова. Здесь хочется взять что-нибудь побольше. Наверное, наверное, наверное возьму. Вот она. Сейчас я примерю. Если это будет не сильно много. Нет, это вот прям идеально. Такие очень нежные курсив. Клеим. И получается безумно нежный вариант. Перекрываем опять топом. Текласс, так как все у нас будет в глянцевое. Сушим в лампе и переходим к третьему варианту. Используем все те же цвета, только сюда я уже хочу добавить персиковый. Потому что мы его ни разу не использовали, поэтому поработаем немного в других оттенках. Это будет у нас персик. Желтенький. Он тут у нас уже немного смешан с голубым. Темно-голубой. Светло-голубого немного добавим. Пусть это будет в тонких таких оттенках. Хотя можно вот прям побольше. Возьмем черный. Черный. Вот. И хочу еще опять взять персик такой. Он уже с черным идет. Все. Очищаем кисть. И делаем полосочки наши. Вот эти рисунки. Давайте возьмем черный немного сюда добавим. Потому что мне не нравится результат. Все. На типсик я уже нанесла базу тонко. Теперь берем кисть омбре. И набираю по диагонали. Вот смотрите. Вот таким образом. Одним мазком. И выкладываю на серединку. По диагонали. Здесь очень много черного. Поэтому опять мы берем кисть. Тоненькую. Ищем там, где у нас немного черного. И доводим немного таким оттенком. Но не перебарщиваю. Пусть будет вот так. Смотрите. Ждем, когда растечется все. И ставим в лампу. А здесь мы сразу нанесем топ-текласс. И приклеим. Какой-либо надо. Потому что, ну, чтобы у нас все это прям одинаково не было. Наносим. Сушим. И думаем, что мы можем сюда приклеить. Мне хочется приклеить, конечно, вот это сердечко. Оно, возможно, будет не в тему. Потому что тут много-много цветов. Может быть, что-то с цветами связано приклеить. Или просто надпись. Какую-нибудь красивую надпись. Вот из этого шермикона. Тоже будет красиво. Можно даже не одну, да? Надпись. Мне тут нравятся очень шрифты. Очень красивые. Поэтому можно прям экспериментировать. Я нашла. Смотрите. Берем вот эту надпись. И клеим прям посерединке. Очень нежно. Очень. Смотрится просто безумно нежно. Слушай. Сушим, а сама не просушила. Можно еще добавить солнышко. Вот такое солнышко. И, в принципе, можно добавить птичек. Золото не используем. Так как у нас все-таки вот эти оттенки без золота. Давайте пока я их покажу вам. Получилась вот такая красота. Это все с текстурами. Я надеюсь, все просохло. Мы на серединку просто... Несли на серединку. Со сдвигом, наверное, вот так вот влево. Приклеим вот эту надпись. Смотрите. Под матовым топом все это будет тоже очень красиво смотреться. Все. Еще раз перекрываем топом Teclos. И наблюдаем результат. Пишите комментарии. Как вам видео. Если есть какие-то идеи, пишите. Будем их реализовывать. Вот такая красота у нас получилась. Коллекции SoFu Monin. Используем только эти оттенки и черный. И новые декорации. Как вам? Пишите в комментариях. И еще раз пишите свои идеи. Обязательно будем их реализовывать. Подписывайтесь. Посмотрите. Субтитры marcante.